В ситуации, когда болит спина, медикаменты, прямо скажем, не работают. То есть, нужно физическое воздействие, причем физическое воздействие такое, которое бы телу помогало, а не вредило. Для этого существует три валика. То есть, в целях, как я уже говорил, сделать физиологические изгибы позвоночника, то есть, шейный прогиб вперед между валиками, грудной получается назад, поясничный снова вперед, ну и под коленями тоже опора. То есть, мы добиваемся физиологичного положения уже по телу расслабиться. Плюс, сейчас я буду показывать, как растягивать человека на трех валиках, но, правда, нужна внешняя помощь, но в семьях, как бы, двое взрослых справятся, хотя справится даже ребенок. Само положение плюс растяжка усиливает кровоснабжение, из мышц вымываются продукты обмена, они расслабляются, и боль уходит абсолютно естественными внутренними силами, медикаменты здесь не нужны. Как это работает? Нам нужно какое-то место, ну, проще всего, это пол с каким-то застеленным мягким слоем. То есть, берете зимнее одеяло, складываете в два слоя, вот, в принципе, как раз уложить взрослого человека хватает. Прямо на пол. Можно толстый ковер, если ворс позволяет. Берем три валика. Валики можно сделать дома из новых махровых полотенец. Только новые махровые полотенца, ну, там 5-10 стирок, не больше, они дают пружинистость. То есть, пружинистость, это очень важный параметр. Без него валики бесполезны. То есть, нельзя скрутить из половика, нельзя там влечь на бутылку или бревнышко, как шутят некоторые мужья над своими женами. Либо новое махровое полотенце, либо берете специальное. То есть, специальное я разработал, нашел материал, рассчитал форму. То есть, вот они, в принципе. Их тоже можно заказать. Теперь нужно полностью в линию выложить. Естественно, что сам человек, особенно, если есть усталость, в линию не ляжет. Поэтому, берем сначала, поправляем влево-вправо. То есть, голова, плечи, талия, если это требуется, таз и ноги. То есть, в общих чертах, ну, вроде бы так вот, смотрим прямая линия. Одним глазом, другим глазом. Прямая линия есть. Хорошо. Теперь, берем две руки, две ноги, стоим перпендикулярно линии. Я взялся руками и тяну корпусом назад. Тяну именно корпусом, потому что тянуть просто руками, во-первых, получится криво, во-вторых, можно самому себе спину потянуть, если, допустим, муж, там, килограмм 120 весит, а растянуть спину надо. Берем руками и отклоняемся назад. Во-первых, ровно, во-вторых, не вызовет каких-то проблем у того, кто это делает. Я уже говорил, справится, в принципе, даже 12-летний ребенок. Берем за голову, то есть, вот, руками положили, и тоже тянем всем корпусом. Сильно не надо. Повторяем. Ноги. Голова. То есть, разумеется, что на молодой девушке достаточно одного раза туда-сюда, прямая линия уже достигнута, плюс она расслаблена. То есть, если это мужчина, прощающий с завода или какая-нибудь другая там с автосервиса, ну, тяжелая физическая работа, то в таких циклах может быть даже пять. То есть, раз за разом он все более становится прямым. То есть, второй, третий, четвертый цикл, то есть, головоногие считается один раз. Насколько тянуть? То есть, вот, она лежит, вот я только взялся за ноги, сначала идет выравнивание, потом идет проскальзывание по материалу, и потом кажется, что тело резко стало очень тяжелым. На самом деле, я изгибы уже вытянул, и теперь тяну тело целиком. Как только ощущение тяжести появилось в руках, прям такие усилившиеся тяжести, все, значит, выпрямили. Переходим к другой стороне. То же самое, сначала изгибы тела, потом проскальзывание, а потом вот все, уперлась. Уперлась, значит, растянулась. По времени. То есть, лучше делать два раза в день. Если мы занимаемся восстановлением позвоночника, то два раза в день по 10 минут. Если такой возможности нет, то лучше вечером, если это один раз. То есть, можно один раз в день, вечером, но тогда уже 15 минут. Больше 15 минут смысла нет, потому что мускулатура устает, положение хоть и правильное, но достаточно непривычное, и будет, скажем, обратный эффект, если вы перележите. Поэтому идет расслабление, все хорошо, все хорошо, и потом начинается снова напряжение. Когда начинается напряжение, можно вставать. Время вылеживать совершенно необязательно. То есть, почувствовали расслабление, и достаточно.